Россия не планирует останавливать визовый режим со странами Центральной Азии по причине невыгодности, но при этом ужесточает миграционное законодательство. Об этом заявила в интервью радио «Комсомольская правда» начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Ольга Кириллова. Не так много так называемых союзников у России для того, чтобы мы закрывались от Средней Азии. Мы ведь о ней в первую очередь ведем речь. Нужно понимать, что основной поток въезжающих в Российскую Федерацию трудовых мигрантов – это люди, которые едут к нам в поисках более надежной, благополучной жизни. Они хотят заработать и помочь своим семьям. И только крупицы несут риск благополучия. Вот эти крупицы мы как раз и должны сделать, им въехать, этим крупицам, недоступным, для чего на границах нужно проходить будет тотальный контроль. Также Кириллова сообщила, что на сегодняшний день в России находится около 9,5 миллионов иностранных граждан, причем половина из них – выходцы из Центральной Азии. Эксперты отмечают, что в случае установления визового режима со странами Центральной Азии, ущерб российской экономике будет огромным. И именно это заставляет Москву терпеть наплыв мигрантов, которые год от года исламизируются и неизбежно оказывают влияние на мусульман в самой России. Именно это, по мнению специалистов, является причиной ужесточения миграционного законодательства со стороны властей РФ. Продолжение следует...